Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Открылся второй корпус Видновской гимназии. У нас микрорайоны очень сильно разорваны друг от друга. И понятно, что вот эта пристройка, вот это вот увеличение образовательного учреждения, оно решает проблемы этого сложившегося микрорайона. Депутат Московской областной думы Владимир Жук вручил подарки ветеранам сферы образования. Я очень благодарна вам. Хорошо. Ну вот мы с депутатами, с волонтерами. Да, спасибо. Газета «Видновские вести» в день российской печати. Как все печатные СМИ, мы понимаем, что бумага, к сожалению, не вечна, и рано или поздно она уйдет. Поэтому мы стараемся свои силы направить, в том числе на наш сайт, на наши соцсети. Яркий, современный и просторный. Именно так можно описать второй корпус Видновской гимназии, который, наконец, распахнул свои двери. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Как расширение учебных площадей повлияет на качество образования, расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Ленинский городской округ – один из самых привлекательных для новоселов. Население увеличивается, а вместе с тем растет потребность в новых общеобразовательных учреждениях. Вопрос расширения Видновской гимназии стоял давно. И вот, наконец, в прошлом году проект начали реализовывать. Строители приложили все усилия, чтобы как можно быстрее сдать второй корпус школы. «Хотелось, конечно, чтобы были более современные кабинеты, чтобы условия были для детей. Тем более, что мы здесь делали специализированные классы. Есть блок начальной школы со спальнями и с игровыми. Это я очень хотела, и мы это осуществили. А второй и третий этаж – это специализированные классы. Это кабинеты физики, химии, информатики, айтизона. Здесь отличный шикарный зал на 400 человек. Здесь отличный пищеблок на 400 человек. Огромный спортзал». Проект нового корпуса нетиповой. Его индивидуально разрабатывали под запросы гимназии. Рассчитан на 250 учеников. Благодаря пристройке руководство школы намерено ввести еще одну параллель с 4 по 11 классы. Все кабинеты полностью оснащены современной обучающей техникой. «Школа – это второй дом для наших детей. Я уверен, что это новое здание, в этих стенах будет жить доброта, старания, знания. И, конечно, нашим ученикам и учителям будет здесь комфортно». Школа органично вписалась в общий архитектурный ансамбль ближайшего микрорайона «Радужный». Такая же яркая. Проект полностью субсидирован муниципальным бюджетом. И на этом глава округа не намерен останавливаться. «У нас микрорайоны очень сильно разорваны друг от друга. И понятно, что вот эта пристройка, вот это увеличение образовательного учреждения, оно решает проблемы этого сложившегося микрорайона. Но в своей приветственной речи, когда мы стояли на порожке, на холоде, я сказал, что это первенец наш. У нас к концам года завершено строительство еще одной очень большой школы в пригороде лесной. И мы, я очень надеюсь, в ближайшие недели тоже там разрежем ленточки и откроем ее для детей, потому что там вообще нет у нас образовательного учреждения». Преимущество нового корпуса успели оценить ученики, которые сразу после новогодних каникул перешли сюда на обучение. «Очень много классных кабинетов, очень много пространства для занятий творчеством. Мы очень рады». «Хорошо то, что наша школа так преобразилась, то, что у нее теперь очень красивый дизайн, новые классы, новое оборудование. И я считаю, что это выход на новый уровень». В честь открытия представители строительной компании подарили гимназии снегоуборочное оборудование для уборки территории в зимний период. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видно этого». Во время своего визита в город Видное депутат Московской областной думы Владимир Жук в сопровождении волонтеров посетил нескольких членов Совета ветеранов округа и вручил им новогодние подарки. В этот раз продуктовые наборы получили ветераны сферы образования. Одна из них – Нина Александровна Каймина. Несколько десятилетий она отдала школе номер один. «Я очень благодарна вам». «Хорошо. Ну вот мы с депутатами, с волонтерами. Да, спасибо. Спасибо большое всем, всем, всем. Волонтеры очень мне помогли. Самое начало этого гадкого вируса». Сейчас Нине Александровне уже 99 лет. Но она с оптимизмом смотрит в будущее и надеется отметить вековой юбилей. Также Владимир Жук поздравил с прошедшими праздниками Веру Павловну Никифорову, которая была очень рада вниманию. «И надо бы петь, и черемаху славить, кататься на волнах зеленого шума, себе запрещая блое и думы». «Спасибо. Я очень рада, очень рада». Владимир Жук вручил подарочные наборы еще нескольким пожилым жителям округа. «Людям ведь важно не настолько это подарки, а им важно общение. Поговорили, посмотрели, какое настроение. Ну, видно, что люди сидят в заперти, скажем так, им нужно общаться. И вот уходим, они остаются с оптимизмом. Это здорово». А волонтерам депутат передал несколько коробок со средствами индивидуальной защиты, которые пригодятся в их работе. Минувший год из-за пандемии стал настоящим испытанием для образовательных учреждений, когда учеба перешла практически в онлайн-пространство. У такой системы немало противников среди родителей, но в нынешних условиях это выход. Чтобы усовершенствовать процесс обучения в школу-поселку совхоза имени Ленина, группа компаний «Рота Агро» привезла настоящий новогодний сюрприз. И хотя сейчас подарок представлен только в виде сертификата, но уже совсем скоро кабинеты школы оснастят новой оргтехникой. И преподавателям станет заметно проще в техническом плане дарить свои знания ученикам. «25 могут быть 20 многофункциональных устройств, это 20 экранов, в том числе 25 проекторов. Это бактерицидные устройства, которые сегодня крайне, по-моему, важны. Это 18 единиц». Будет завезено оборудование на сумму почти 3 миллиона рублей. Все самое современное и необходимое. На встрече также присутствовали представители администрации и народные избранники муниципалитета, которые передали слова поздравления от председателя Совета депутатов Станислава Радченко и всего депутатского корпуса. Монтаж оборудования планируется осуществить в течение нескольких дней. Одно большое доброе сердце объединило учеников Видновской школы номер 11. Активисты образовательного учреждения привезли новогоднее чудо в Видновский дом малютки, чтобы подарок был под каждой елкой. Благотворительная акция «Доброе сердце» в Видновской школе номер 11 проводится уже три года, с момента открытия. Это образовательное учреждение единственное в округе, где существует детско-юношеская организация «Наши», волонтеры которой в этом году единогласно решили помочь Дому малютки города Видное. У нас была команда волонтеров, но мы никак не назывались. А в ноябре 2018 года мы уже официально назвали свою организацию «Наши». Мы сделали футболки памятные у всех одинаковые. И официально с 2018 года мы стали детской и юношеской организацией «Наши». Мы как бы изначально, с момента открытия привыкли жить креативно. «Наша самая главная цель – это воспитывать детей патриотами в данном случае и любить, быть уважаемыми и творить добро». Сегодня в организации состоит 31 человек – ученики и выпускники 11-й школы. Они вместе с одноклассниками-учителями собрали более 10 коробок со всем необходимым Дому малютки, а также приготовили подарки для его подопечных. «Мы с ребятами с вами разработали эскизы, и каждый ребёночек у нас получит вот такую футболочку. Это от годика до 4 лет. Вот такие у нас футболочки. Извините. Вот это наш новогодний подарок всем деткам». Активное участие в акции принял и управляющий совет школы. Татьяна Спирина не только как его руководитель, но и как начальник местного территориального отдела привлекла к мероприятию внимание общественников. «Для нас это оказалось очень важным. И уже как руководитель терротдела мы не только приняли территориальным отделом своими сотрудниками участие в этой акции, а также привлекли к участию в акции ещё наших предпринимателей, которые находятся на территории нашего микрорайона». «В период пандемии помощь Дому малютки она крайне необходима, поскольку там находятся детки, которые остались без попечительства родителей. Поэтому сделать им приятное в преддверии Нового года, я думаю, это большое добро для них будет». Всего в Дом малютки активиста привезли около 20 праздничных коробок. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Биднетова. 12 января свой юбилей отметила председатель Союза журналистов Подмосковья, заслуженный работник печати Московской области и заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Чернышева. Человек высокообразованный и творческий, несомненный лидер журналистского движения региона. Она уже 20 лет возглавляет Союз журналистов Подмосковья и в течение восьми является секретарем Союза журналистов России. Наталья Александровна – инициатор ряда творческих проектов. При ее поддержке уже 10 лет проходит премия имени Мельникова, а для фестиваля телекомпаний «Братина» Наталья Чернышева уже много лет является верным другом. Наталья Александровна часто встречается с творческими коллективами, приезжает в региональные телекомпании, многих коллег знает в лицо и по имени. С телеканалом «Видное ТВ» юбиляра тоже связывает немало. В 2018 году она была организатором автопробега по городам Подмосковья. Участники побывали и в нашем городе, познакомились с работой телеканала «Видное ТВ». Коллектив нашей телекомпании от всей души желает Наталье Александровне крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых больших проектов. День рождения лидера журналистской «Братии» Подмосковья соседствует с другой важной датой – днём российской печати, который в нашей стране отмечается ежегодно 13 января. В профессиональный праздник работников средств массовой информации наша съёмочная группа побывала в редакции газеты «Видновские вести». В этом году главному печатному изданию Ленинского городского округа исполняется 90 лет. С момента своего основания судьба газеты «Видновские вести» неразрывно связана с жизнью нашего муниципалитета. Все 90 лет печатное издание создавало летопись района. Менялись названия, объём, полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но главное – газета всегда была очень близка жителям. Мы большой акцент сейчас делаем на интернет-ресурсы. Я думаю, как все печатные СМИ, мы понимаем, что бумага, к сожалению, не вечно, и рано или поздно она уйдёт. Поэтому мы стараемся свои силы направить, в том числе и на наш сайт, на наши соцсети. Сейчас в «Видновских вестях» 12 сотрудников. Корреспондент Мария Кузьминкова пришла работать в редакцию два года назад. Стать журналистом Мария решила ещё в юности. Мне казалось, что такая весьма авантюрная, интересная, захватывающая профессия. Я не ошиблась. Маргарита Штыркова в газете совмещает две должности. Она фотограф и специалист по компьютерной верстке. Её любимые темы – детские праздники и различные развлекательные мероприятия. Мне вообще вдохновение очень долго приходит. Сидишь и думаешь, сидишь и чем-то вдохновляешься, смотришь какие-то примеры. Я не знаю, ищешь в интернете похожие картинки, приходит, а у нас можно сделать вот так, только не так, а по-другому. «Видновские вести» выходят два раза в неделю. Во вторник и в пятницу за последнее время тираж газеты увеличился. С 8 тысяч экземпляров до 50 тысяч. Появились и нововведения. После преобразования района в округ, печатные здания поселений закрылись. Теперь о новостях на этих территориях можно будет узнавать из приложений «Вестей». Теперь у нас будет приложение газеты «Видновские вести». И буквально в эту пятницу выйдет территория, она будет так называться территория, территория Горки-Ленинский. Это вот первый выпуск, который мы делаем. Но, соответственно, следующий будет территория Булатникова, территория Володарки. То есть, ну, это тоже развитие для нас. Сегодня газета «Видновские вести» по достоинству занимает одно из самых значимых мест среди средств массовой информации Ленинского городского округа. Больше интересных тем, классных героев, возможно, в чем-то стабильности. И нам бы, как коллективу, хотелось бы уверенности в завтрашние дни и более плотного сотрудничества и понимания со стороны наших героев, тех, с кем мы общаемся. Несмотря на солидный юбилей, издание еще очень молодое, напористое, энергичное, с отличной командой, способное преодолевать любые трудности. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Фитнет-ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.